К сожалению, я не могу представить вам эту презентацию сама очно. Приходится из-за пандемии коронавируса это представлять заочно. Но я очень надеюсь, что мы на следующем году встретимся и можем немножко продискутировать о том, что сегодня говорится. Я буду говорить о медицинской науке, о медицинской науке именно в онкологии и почему биобэнкинг влияет на науку позитивно и почему нужно этим заниматься именно в онкологии. Начинать я буду с истории, история биобэнкинга, она очень важна, потому что если посмотреть даже в 2030 с чем-то году в Австрии уже собирались материалы есть, вот это Жозефинум и так далее. Но вот именно модерн биобэнкинг он начался примерно в 2005-2006 годах и в 2009 году Таймс Магазин написал, что вот именно в 10 идеях, которые меняют мир, один из них был биобэнкинг. Именно вот биобэнкирование материала, биобэнкирование медицинского материала человеческой основы, Women Nature. Если вот посмотреть на сегодняшний день, то что меняет мир, это технологии в основном. И если посмотреть, вот именно какие технологии, вот начиная с каких-то роботов, с каких-то регенеративной медицины, с artificial intelligence и автоматизации, и вот именно искусственный интеллект, то мы можем с уверенностью сказать, что многие из этих технологий, они используются в сегодняшнем биобанкинге и очень успешно используются, так что мы сейчас очень актуальны. И вот я очень, мне нравится это собрание книг, я думаю, что вот ворота в рай именно так выглядят, но если вы думаете, что вот биобанкирование это про то, что вот именно собрать, собрать, собрать и иметь очень много материала, то вы не правы, потому что биобанкирование это про то, что используют собранный материал. И если собранный материал не может быть использован или не используется, или не имеет значения использования, то это не биобанкирование, это собрание интересное, из-за интереса. Вот когда-то биобанки, они были как именно вот эти старые, очень красивые библиотеки. В принципе, биобанки можно сравнить с библиотеками очень хорошо, потому что библиотеки, они тоже имеют вот собрание информации, да, Но чтобы вот прочитать эту информацию, во-первых, нужно уметь читать, и нужно уметь читать на правильном языке, и нужно иметь предварительные знания, если вот эти книги каких-то высоких технологий и так далее. И получается, что биобанкинг, он точно такой же. Вот если у нас есть собрание какого-то материала, то нам нужно знать, какую методику использовать, какие данные оттуда получить, и как эти данные читать, использовать как эти данные. Но как и вот библиотеки биобанкинг, он развивался сначала вот такой старый, там были только парафиновые материалы, именно вот, и какие-то вот стеклянные срезы парафинового материала гематозином, и потом они как-то начали в холодильниках всё храниться и так далее, автоматизироваться. И, кстати, автоматы, они очень-очень помогли биобанкингу и медицинской науке вообще, и продвижению вот именно такими большими, очень большими шагами или прыжками, можно даже сказать. И вот считается на сегодняшний день, и про это есть даже White Paper of European Union, что в будущем биобанкирование в основном в 90% именно будет и в данных, и в автоматах. Получается, что у нас будут столько данных, что мы сможем инсилику изначально сделать начальное исследование, и только получая уже ответ на биологическом материале, утвердить, что мы получили инсилику. Но про это ещё и говорит то, что у нас невероятно много количества данных разных, медицинских данных, биологических данных. Вот именно человеческой природы очень много данных. И вот эти данные, начиная с 93-95 года, так как стало дешевле, секвенирование и так далее, полетела в космос идея, сколько у нас данных можно получить с одного биологического материала. А потом оказалось, что вот у нас очень много биологического материала, но это тут разные, да, архивы патологические, архивы в которых вот хранятся именно эти парафиновый материал. И вот в этих архивах очень-очень-очень много материала. Они уже не живые, потому что мы знаем, что они до формалиния уже были, но из этого можно получить очень много информации, и в медицинской науке парафин используется где-то больше 50%. Ну, есть, конечно, и побольше, аккуратнее сделанные, как вот вкратце вы видите, как у нас, вот в реальности. Это вот маленький пример. Есть и побольше примеров, и интересно то, что вот очень-очень советую прочитать в экономисте, была именно публикация в 2013 году «How science goes wrong». Ну, на русском это как наука неправильно ведётся, если вот перевести. И вот страшные цифры в этом, ну, например, что только 6 из 53 хороших, высоких публикаций можно было репродуцировать и так далее и тому подобное. Или с 2000 до 2010 годов больше, чем 80 тысяч пациентов были в клинических исследованиях, которые потом, вот именно агенты, которые были использованы, они не прошли тестирование. И из-за того, что именно quality, значит, квалитет, качество материала так важно, но есть вот в Европе in vitro diagnostic regulation, значит, это регуляция, как нужно сделать всякую in vitro диагностику, начиная с крови и так далее и тому подобное. И в первый раз в медицине я, ну, насколько я знаю, появился вот этот пункт 6.1.1, где пишется, что нужно критически относиться к тому, на каком специмене, на каком материале, на какой пробе была сделана вот именно эта лабораторная диагностика. Не важно, это патолаборатория, это кемическая лаборатория, это клиническая лаборатория, это абсолютно не важно. Или что-то ещё, генетика и так далее. Это очень важно, чтобы вы знали, на каком материале вы работали, чтобы вы знали, какие проблемы у вас могут быть. Ну, это очень важно, потому что вот с 2010 года эта регуляция есть, но она вошла уже в силу, значит, как закон с 2017 года. И вот с 2021 года все лаборатории по всей Европе должны вот соблюдать это. И интересно, что у них вот есть этот пункт, но нету инструмента, каким инструментом можно было бы сделать это. И вот этим инструментом сейчас в Европе оказались CNTS, TS Technical Specification Standards, которые именно были сделаны в консорциуме SPIDIA, которым вот руководил Medical University Grad тоже. И они сделаны для биобанкинга, кстати, не для инвитродиагностик, но они уже используются даже для инвитродиагностик, и именно эти стандарты вошли в обязательные пункты по сертификации биобанков, потому что вот именно и ISO Biobanking имеет все эти пункты, которые вот в CNTS Standards тоже есть. И интересно, что если посмотреть весь процесс, да, патолог, что происходит в патологической анатомической лаборатории, как в Европе говорят в патологии, то мы видим весь процесс в картинках. Картинки они из патологии или из биобанка, или из операционных медицинского университета Грация. И мы тут имеем конкретные вот красные пункты, где мы знаем, что практически невозможно контролировать правильность или неправильность действия, но нужно документировать, потому что, например, вот тёплая исхемия, она контролируется не для биобанкинга, а она контролируется для больного, чтобы больному было хорошо, чтобы опираться была точная, хорошая. И этим занимается не какой-то биобанкингер, а хирург. Так как у нас нету влияния на это, да, то нам нужно всё равно это документировать, потому что то, что мы не документировали, потом будет для нас проблема. И вот как мы увидим, это будет проблематично или нет, вот мы сделали исследование, которое опубликовано, вы можете читать о её, где мы на TC-microAway поставили вот робостный и неробостный протокол и по каждой, каждый раз продлевали время или из химии, или чего-то. Например, если посмотреть, когда мы продлевали время в формалине, и вот это мама картинома, значит, да, рак грудной железы, то хороший патологоанатом может сразу и видеть, но это тоже самое, тоже самое, тоже самый материал. То у нас мы меняли печь и меняли время, сколько оно вот простояло в формалине. И вы видите, что в зависимости от того, сколько оно в формалине осталось и сколько печь, разница, вот диагностическая именно разница. И тут у нас формалин, и внизу ещё пакшчин, которые вот говорили, что он намного робостнее, намного хороший, но вы видите разницу. И вот если тут мы могли бы, наверное, диагностировать абсолютно никакого тумора нет, то тут уже совсем другая история. Так что поэтому есть такая вещь, как self-assessment, the self-assessment tool for biobanks, которая была развита и сделана в BBMRI 88, значит, в Австрии, а потом была адаптирована от BBMRI Eric, и сейчас всем BBMRI биобанкам можно это сделать. И вот при этом self-assessment можно взять вот этот опросник просмотреть свой собственный биобанк, посмотреть, где у вас, значит, красные пунктики, значит, где у вас проблемные зоны, как женщины говорят. И вот проблемные зоны, это в основном мы видим, когда мы делаем, потому что уже более-более 200 биобанков это сделали, что проблемные зоны, это в основном именно buyers, которые человеческой натуре. И поэтому я вам это показываю. Вот попробуйте посмотреть. Вот у нас внизу тут две пунктика, которые из них больше или не меньше. Или вот эта часть темнее или эта? Честно говоря, и пунктики они одинаковые, и серые одинаковые. Но мы видим их по-другому, потому что это в этом случае visual illusion для нас. В случае диагностики оно тоже может быть. Поэтому в медицине и в биобанкинге мы пытаемся вот включить так называемый искусственный интеллект. Интересный факт про искусственный интеллект. Если посмотреть в Википедии, в немецком варианте Википедии, то получается тут написано, что в переводе, так как мы не знаем, что такое интеллект, мы вообще не знаем, что такое искусственный интеллект. Что я считаю очень интересно, потому что на данный момент очень много искусственного интеллекта используется. И используется оно и для digital evaluation, цифровой диагностики в онкологии, в патоморфологии, в онкологии. И интересная вещь, что у нас получается, что если посмотреть там, я не знаю, сколько публикаций, но даже вот если сделать конкретную вот supervised learning, значит, и научить алгоритм, как различить онкологию от нормальных клеток, то вот искусственный интеллект, он учится и умеет воспроизводить так, что он получается лучше, чем те патологи, которые его учили. В одном из наших больших power banking community meetings один из моих коллег сказал, что если ты не показал или кошечек, или собачек в твоем лекции, то это не scientific lecture. Так как я хочу, что вот у меня лекция научная была, но я показываю вам кошечек, но если серьёзно, то вот именно таким методом, как и диагностику онкологии делается на парафиновых слайдах, может artificial intelligence отличить собачек от кошек и от каких-то машинок. И получается, что у нас есть блок, без этого никуда. От этого мы делаем слайд, и слайд дигитализируем. И с помощью искусственного интеллекта получаем данные, которые для нас, они explainable, мы можем это понять и воспроизводить. И один из таких больших проектов, вот был проект Adobe, который попал даже на Euronews, потому что он был такой довольно-таки успешный. Мы собрали по всей Европе 10 тысяч образцов и кейсов рака толстой кишки. И что очень важно, что мы собрали данные, которые очень большие. У нас там было больше, чем 100 variables, больше, чем 100 пунктов, которые мы собирали. И мы на всех этих данных вместе взято сделали исследование. И я очень рекомендую посмотреть, как мы это всё сделали. Если будут коллеги, которые захотят с нами работать по этому проекту и собирать данные своих же пациентов по этим же критериям, которые по всему миру сейчас признаны как эталон, то просто напишите мне, пожалуйста, имейл. И биопанкинг, он очень вот такой большой комок разных-разных научных направлений. Если посмотреть, кто там нужен, нам нужны вот доктора, вот менеджеры качества, лабораторные люди, айтишники нам очень нужны, нам нужны юристы, нам нужны хорошие менеджеры и стратеги, нам нужны инженеры, особенно по автоматизации, и нам нужны биологи, химики и так далее и тому подобное. Получается, что если у вас нет всего этого, вам придётся всё это выучить. И поэтому мы внедрили, ну где-то 5-6 лет назад, вот мастер по биобанкингу в Граце, где вот у нас единственный мастер по биобанкингу, который в конформе с Болонии, и по всему миру он признаётся. И у нас очень много студентов, и даже студенты из Америки, и даже студенты из Африки, из Австралии и так далее. Не считая, конечно, европейцев очень много. Но это 4 семестра у нас длится, и оно вот distance learning получается, что оно заучное. И у нас при этом нужно бывает быть на presence, face to face, как минимум, и сделать так, что люди, которые работают уже в биобанкинге или в медицинской науке, чтобы они смогли параллельно с работой всё это сделать. И вот такие у нас разные модули, начиная с введения, с этика, IT, автоматизация, контроль качества, менеджмент, вот исследования, базированные на этом, и так далее, и тому подобное. И, конечно, нужно будет написать мастер-тезис. Но мы попросили наших всех студентов, как вы думаете, как хорошо мы всё это делаем, и вы посмотрите. Ну, в Асте это наоборот. Пятёрка – это самое худшее, а единица – это самая высшая оценка. Вы видите, что мы получили, в принципе, большие, очень высокие оценки. А вот 6.3, 6.4 и 9.2 – это про качества. Наши модули. И если вот просмотреть, вот опять вот это дерево, которое я показала, да, по биобанкингу, то можно посмотреть, что все наши модули, они внедрены в это. И мы пытаемся дать людям, которые у нас учатся, вот всю информацию, которая им нужна, чтобы стать профессиональным биобанкиром и работать в этом. Но у нас здесь, конечно, и маленькие курсы, как сделать биобанк. И мы начали уже с 2015 года. И, в принципе, работаем очень хорошо. И наш следующий курс, он был вот в январе. И мы сейчас ждем заявления от Всемирной организации здравоохранения, когда можно будет сделать следующий курс. И очень интересно, что мы спросили всех наших студентов, которые прошли этот курс, как вы думаете, о чем вы бы хотели больше узнать в следующий раз, если вы будете у нас. И вот, смотрите, в основном студенты хотят больше узнать про контроль качества и про, в принципе, дейтабэнкинг, который у нас проходит, и про инфраструктуру. Ну, про инфраструктуру это понятно, а эта инфраструктура, это специфично очень важно. И поэтому мы от того, что вот нам рассказали, сделали еще один курс, который вот уже два раза мы представили, и один раз даже сделали только для Катар биобанка. Вот. Ну, это «How to operate пайорбанк sustainable and successful». И вот при этом мы тоже не знаем, когда он будет, возможно, его сделать в этом году, то мы ждем как подиректив. И что я хочу в конце сказать, вот это моя первая любовь Альберта Эйнштейна. Я была в Эйнштейна влюблена, когда была маленькая, мне было 13-14 лет. И он сказал, что очень важное в то, в чего я еще влюблена. Вот. Знание – это очень хорошо, но фантазия, она выше, потому что она не ограничена, а знание ограничено. И поэтому не ограничивайте себя, когда делаете научное исследование. Фантазируйте, потому что только на фантазии можно будет найти действительно роговые, большие, новые, инновационные идеи, которыми можно будет спасать много людей. Я как сама человек, который выжил онкологией, могу сказать, что это очень важно. Спасибо всем вам и доброго вам дня. И не болейте, пожалуйста. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok